МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационные группы под руководством заместителей председателя городского исполнительного комитета, посетителей городской отдела внутренних дел и межрайонную прокуратуру. Смысл жизни под таким названием открылась выставка в Центральной городской библиотеке имени Валентина Тавлая. Материалы экспозиции представлены отделом по социальной работе Пинской епархии. Как отвлечь подростков от улицы и пробудить интерес к здоровому образу жизни? Каждую среду в Барановичском ледовом дворце организованы сеансы бесплатного катания для школьников. Добрый вечер! В эфире программа «Вести Баранович» и решением Барановичского госполкома создано 11 информационно-пропагандистских групп, которые ежемесячно встречаются с трудовыми коллективами предприятий, учащимися в учреждениях образования. Одну из групп возглавляет председатель Барановичского госполкома Юрий Громаковский, другие – его заместители, руководящие работники города. Накануне городской отдел внутренних дел и межрайонную прокуратуру посетили информационные группы под руководством заместителей председателя госполкома. За 2016 год группы посетили 125 коллективов. Во время таких встреч у работников предприятий и организаций есть хорошая возможность задать вопрос представителям власти. Тем более, что в состав групп входят представители различных сфер ЖКХ, здравоохранения, правоохранительных органов, нотариата, ГРОЧС, Зонального центра гигиены и эпидемиологии. Члены информационных групп на встречах рассказывают о социально-экономическом развитии города, об успехах, неудачах и планах. Так, в ушедшем 2016 году проводилась целенаправленная работа по обеспечению стабильного функционирования предприятий, своевременной выплаты заработной платы, по сохранению трудовых коллективов, обеспечению занятости, отметил в своем выступлении перед сотрудниками ГОВД Алексей Гарбус. Загрузка производственных площадей, восстановление внешнеторговых связей и увеличение экспортного потенциала стали основными направлениями работы. У нас в городе порядка семи информационных групп Горисполкома. Эти группы выезжают ежемесячно на предприятия, в организации, в учреждения города и встречаются с трудовыми коллективами. То есть наши работники, предприятия, организации, они из первых уст узнают о жизни города, о тех проблемах, которые сегодня в городе имеются, и, собственно, как власть старается эти проблемы решить. В прошлом году было открыто 70 объектов торговли, введено в эксплуатацию 90 тысяч метров квадратных жилья общей площадью, построено 1010 квартир и домов. В негосударственном секторе деятельность осуществляют 1620 юридических лиц, 5489 индивидуальных предпринимателей. На встрече с работниками прокуратуры информационную группу возглавил заместитель председателя Горисполкома Дмитрий Техно. Большое внимание было уделено законотворческой деятельности. Депутат Палаты представителей Ольга Политика, принимавшая участие в работе инфогруппы, рассказала о законопроектах, над которыми сейчас работают депутаты нового созыва. В завершение встреч присутствующие могли задать интересующие вопросы участникам информационной группы, получив квалифицированные ответы из первых уст. Задают вопросы такого плана, как чисто бытовые, это жилищно-коммунальное хозяйство, медицины, образование, ну и другие волнующие темы и вопросы, которые нашего города волнуют. Многолетняя работа информационная группа хорошо себя зарекомендовала. Это как раз тот случай, когда представители власти идут к людям на предприятиях и в организациях, чтобы не только рассказать о своей работе, но и из первых уст узнать, что кого волнует, у кого какие проблемы, чтобы совместными усилиями их решить и предотвратить в будущем. Уважаемые телезрители, 28 января с 9 до 12 часов состоится прямая телефонная линия заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Виктором Евгеньевичем Саковским по вопросам строительства жилья, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспорта и связи. Волнующие вопросы вы сможете задать по телефону в городе Бресте 80-162-21-31-21. Накануне в Центральной городской библиотеке открылась выставка «Смысл жизни». Материалы экспозиции представлены отделом по социальной работе Пинской епархии. Вопросы, которые поднимают материалы выставки, особенно актуальны в современном мире и обществе, где зачастую царят ложные представления о смысле жизни, духовных и нравственных ценностях. Экспозиция «Смысл жизни» предоставлена отделом по социальной работе Пинской епархии. Данный лекционно-выставочный комплекс состоит из 10 стендов, каждый из которых посвящен определенной тематике – любовь, семья и верность – все то, что составляет главную ценность жизни каждого человека. Вопросы, которые поднимают материалы выставки, особенно актуальны в современном мире и обществе. В открытии выставки приняли участие праздиакон Храма Покрова Пресвятой Богородицы Андрей Горбунов, а также врач-валиолог Барановского зонального центра гигиены и эпидемиологии Людмила Кислое. Первые посетители выставки приняли участие в лекции диалоги на духовно-нравственную тему. Материалы, которые представлены на выставке, заставляют задуматься над извечным вопросом – в смысле человеческой жизни. В чем же он заключается? Это любовь, жертвенность, крепкая семья или богатство, слава, деньги и удовольствие? И выставка поднимает такие вопросы, которые очень актуальны в современном мире, в современном обществе, где сегодня зачастую царят ложные, извращенные представления о предназначении человека, о духовных, моральных и нравственных ценностях. Выставка будет экспонироваться до конца января в часы работы библиотеки. Любой желающий может ее посетить. Организаторы уверены, что особенный интерес она будет представлять для учащихся учебных заведений, а также молодежи нашего города. В Брестской области в 2017 году планируется создать более 6 тысяч рабочих мест. В сфере малого предпринимательства планируется создать почти 700 микро- и малых организаций. В приоритете – развитие производств, ориентированных на использование местного сырья, которые будут располагаться в небольших городах и сельской местности. На поддержку предпринимательской инициативы в этом году из областного бюджета будет выделено 2,3 млн. рублей. Средства пойдут на льготное кредитование приоритетных экспортно-ориентированных и импортозамещающих производства. Кроме того, еще средства направят на развитие инфраструктуры для субъектов предпринимательства. По оперативным данным, уровень безработицы в регионе составляет 1%. На учете в Управлениях по труду, занятости и социальной защите гор-раисполкомов состоит около 6 тысяч человек. Зарегистрировано 940 безработных. В наличии имеется более 3,5 тысячи вакансий. Сегодня занятия спортом, как никогда, актуальны. Большую симпатию и искренний интерес ко всему, что связано со здоровым образом жизни, проявляют и наши горожане. А для того, чтобы приобщить к спорту подрастающее поколение, в Варановичском ледовом дворце организованы сеансы бесплатного катания для школьников. С утра до позднего вечера ледовый дворец заполнил юными спортсменами. Заканчивается тренировка у хоккеистов и сразу на лед выходят фигуристы. Итак, день за днем. С сентября, каждую среду в 13 часов особый сеанс, бесплатный для школьников города. На этот раз наша съемочная группа застала на льду ребят из 16 и 17 школ. Надо отметить, что сеансы организованы по инициативе методического кабинета при поддержке спортивной детско-юношеской школы по хоккей и фигурному катанию. Для трудных подростков и не только. Наша школа ежемесячно мы принимаем участие в этой акции. Если считать с сентября, то это соответственно мы уже пятый раз здесь находимся. Помимо этой акции у нас еще дополнительная акция отдела образования проводится, тоже на базе ледового дворца. Что касается наших учащихся, они очень нравится эта акция, пользуются спросом. И все ждут с нестерпением, когда в следующий раз мы приедем сюда. Мы привозим детей, состоящих на различных вида учетов. Это дети, состоящие на учете в инспекции по делам совершеннолетних. Дети, находящиеся в социально опасном положении. А также дети, которые активно участвуют, состоят в БРСМ и принимают активное участие в жизни коллектива, в жизни школы. Такой отдых, как катание на тканьках, замечательно подходит и взрослым, и детям. Это прекрасный способ отдыха даже для тех, для кого спорт – это красивые картинки в телевизоре. Это отличный способ укрепить иммунитет, если вы страдаете частыми простудами, хроническим кашлем или сердечными заболеваниями. А еще это хорошая альтернатива компьютеру и телефону. Катаясь на коньках, лучше сосредоточиться на том, что делаешь. Остается добавить, что сеанс проходит под присмотром специалиста, который покажет, как кататься на коньках. Хотя многие ребята держатся на льду вполне уверенно. Молодежной столицей 2017 стал Полоцк. В конкурсе, который проводится второй год подряд, приняли участие 11 городов. Четыре вышли в финал, города оценивались по ряду критериев, в том числе по благоустройству территории, возможности получения качественного образования, отдыха, досуга и другим. Лучшим по всем направлениям в 2016 и планам на 2017 признан Полоцк. Эстафету родина Франциска Скорины переняла у Барановичей, вошедшим в историю как первая молодежная столица Беларуси. Это все новости на сегодня. Всего вам самого доброго. До свидания.